дорогие друзья я михаил веденский приветствую вас на своем канале желаю здоровья благоденствия творческих успехов во благо людям сегодняшняя тема моего ролика это вторая часть работы прибора иго-1 вот он здесь у меня показан на экране я вам включу ролик посмотрите специально поймал такой ракурс вот это вот его антенна активная вот тут вот шкала находится я вам ее показывал прошлом ролике вы видели тут 4 реостата настройки больше меньше фильтр и времена года в зависимости от времен надо ставить в нужное положение вот это вот ручка а вот на конце ручки тут находится красная кнопочка вот такая небольшая ее не видно и этой кнопочкой сбрасываются показания все время на ноль то есть он обнуляется и регистрируется снова поля чтобы они не мешали следующему измерению я вам что еще могу сказать что прибор требуют обучения если оператора если оператор знает как этим всем пользоваться все это решается очень просто но нужно потренироваться описание есть в интернете этого прибора стоимость я его говорил ну прибор уникальный своего рода и то что выпускает в украине я сейчас узнал вега вега прибор в украине это это неудачный аналог вот этого прибора иго-1 не хочу обидеть там производителей но мне информацию дал непосредственно человек кто занимается этим ремонтом вот этого прибора и кому автор как говорится царство ему небесное ушел в мир другой мерности поручал ремонт этих приборов мне он отписался моих комментариях к сожалению данные его пока не знаю то есть это уникальный прибор и в этом ролике я вам расскажу как автор вот этого ролика наш единомышленник у которого оказался сейчас этот прибор на тестирование мы его вместе купили в москве проверили он привез я в том ролике вам рассказал и он проверяет излучение не электромагнитных полей которые не улавливаются ни одним прибором современным вот этим прибором иго-1 вот у меня вот такой вот есть прибор торсионный генератор о нем я сейчас вам расскажу вкратце перед показом этого ролика перед показом этого ролика я хочу вас с небольшой информация ознакомить небольшой чтобы вам было понятно о чем ведется разговор речь и какие поля нас окружают на что они влияют и как их можно понять регистрировать а главное использовать использовать в устройство получение энергии сверх единицы это единственный вариант сверх единичных устройств когда мы будем использовать энергию внешней необъятной огромной огромного потенциала среды мы еще не научились люди этим пользоваться мы стоим у истоков но такие приборы уже созданы они правда пока не афишируются я их видел но вкратце вот вам я и рассказывал и в этом ролике расскажу принцип работы приборов сверх единицы именно которые используют энергию внешней среды эфира и так хочу напомнить что эфир среда которая нас окружает она соединяет мир тонких энергий уж она везде во вселенной от источника а источник источник это не солнце наше это источник центральное солнце галактики где она находится это солнце но дерзайте сами я в принципе знаю но боюсь ошибиться вам сказать она в центре нашей галактики и она питает все системы не только нашу солнечную а их полно во вселенной так вот что эфир среда которая нас окружает соединяет мир тонких энергий но мы его еще зовем потусторонний мир и вот тонкие энергии это все придумал человек поэтому эти все названия условны как я и говорил что вот бог это условное название оказывается это огромная энергия информационная и вот импульс информации он и создает все эти миры в этой в этом ну можем называть его бульоне что ли в хаосе из хаоса рождаются предметы благодаря информации а информацию задает ну создатель мы тоже можем своими мыслями мысли формами менять пространство вокруг нас и пространство во всей вселенной то есть теоретически создавать мир и но это долгие длинные и тернистый путь не каждому он дан человеком так их назовем избранные могут этим заниматься творить мир и даже находясь на земле ну я знавал таких людей так его энергия энергия я повторяю эфира состоят из вращающихся диполей ну диполь вы представляете плюс и минус нейтральный к нам и никакими земными приборами не регистрируются хотели как когда-то там в 18 или 19 веке измерить эфирный ветер не получилось по многим причинам но принципе эта среда существует но ее можно использовать в нашем мире в устройство сверх единицы то есть устройство которое на выходе дает больше энергии чем она чем это устройство потребляет за этими устройствами будущее и иные цивилизации этим давно уже пользуются как обычными ну вот мы пользуемся электроприборами ведь телефон для нас это сейчас уже обыденность а когда-то мы звонили только с телефонов автоматов также и к этой энергии мы подключимся но общество не готово ее принять почему да потому что мы убиваем себе подобным вы представляете если огромную эту энергию отдать людям что они сотворят с нашей планеты и так она и так она терпит бедствие а если дать ему эту энергию сверх единичную да что это будет это испепеленная планета а ведь первую очередь она попадет технологии тем кто имеет деньги кто правит миром и что будет с этим нашим обществом когда правят те люди которые ни перед чем не остановятся в достижение своих целей достижение прибыли поэтому эта энергия пока не дается так вот какими путями это добивается это добивается например в устройствах таких как разной конструкции тараидальных трансформаторов вы в интернете можете все это увидеть катушек теслы бивилярный катушек где возмущение электростатического поля импульсами обратите внимание импульсами и рекомендую очень прочитать книгу филиппа михалыча конарева импульсная энергетика она в интернете в свободном доступе очень много для себя то есть импульсы это все что нас окружает даже наше сердце работает импульсами но как насос если она будет работать без импульсов то но энергия сразу кончится импульсы в первый такт она дает энергию кровь а во второй этап она как бы отдыхает она как бы сердце также и приборы настроены и филипп михалыч конарев об этом очень четко все говорит все берется из природы друзья мои и если хотите что-то познать обращайте внимание как работает все эти силы в природе особенно вот это торнадо который вихрь раскручивается везде вихревая импульсная энергетика и если мы ее перенесем на наши приборы которые в интернете все заполнено то тогда мы можем чего-то достичь поняв эти процессы если вы будете тупо копировать и смотреть youtube поверьте мне это лишняя трата времени так вот электростатическое поле возмущается импульсами формируют стоячие волны то есть волны наложений стоячие волны интерференции то есть когда поля соединяются накладываются друг на друга и этим создается резонансный процесс когда поля накладываются и становится больше энергии больше вот вкратце это коротко создается разность плотностей сред где большая плотность эфира он огромной плотности эфир там почти то но я боюсь в этих цифрах запутаться вот эта плотность эфира стекает в меньшую плотность изделий сверх единицы а наша задача создать плотность меньшую в этом нашем приборе за счет вот этих вот что я перечислил тороидальных трансформаторов катушек тесла и тогда энергия будет спокойно стекать наше устройство потом она преобразуется там очень высокое напряжение современными электронными методами и преобразуется в 220 вольт 50 герц я вам как бы говорил об этом устройстве импульсы даются от импульсного генератора который запитывается батарейкой крона а на выходе получаем 220 50 герц но пока у нас как бы мощность небольшая там пол киловатта киловатт а по идее можно черпать огромную огромную мощность именно этим методом чем и занимаются все просветленные люди а их их в россии можно пересчитать по пальцам но я вот еду попозже скажу кому так уже не хочется говорить вам что помогайте моему каналу мне надо ехать к великому человеку за технологиями которые я могу довести до вас но потому что как только я говорю помогите моему каналу сразу находятся умники которые говорят что я побираюсь и мой канал из-за денег но я извините меня ничего не скопил все даю все даю в эти ролики и вам и и езжу и собираю информацию ни копейки не скопил вот поэтому это абсурд говорит что я попираюсь но тем не менее помощь моему каналу нужно а для чего нужно вы прекрасно понимаете чтобы дать вам сверх единичную энергию и дать вам бтг для своих личных нужд чтобы вы отключились ли от линии электропередач и вполне это реально и все это уже давно работает но не каждому это открывается теперь эфир я извиняюсь конечно что я вот сейчас вот отвлекаюсь и даю вам эту информацию но она крайне важно для людей думающих осознающих эти процессы а главное созидающих делает своими руками а кого я отвлекаю своими разговорами ненужными как они считают что ты там нам говоришь что ты там нам говоришь нам давай устройство ради бога не интересно ну соскакивайте с моего канала где вам надо хлеба и зрелищ смотрите но в основном это дают цирки ну идите на youtube и ищите где эти хлеб и зрелище ну зачем вам мой канал а зачем и вы меня ну мягко говоря оскорбляете особенно вот на глобальной волне на моем канале таких умников уже мало потому что я и почистил на глобальной волне и очень много потому что я и там никак не могу почистить но я не обижаюсь намекаю им что им рано еще смотреть мои ролики теперь поэтому информация это очень важно вслушайтесь мои слова кому-то может это пригодится а если пригодится моя деятельность не зря на моем канале мой канал не зря существует многим нравится некоторым вернее эфир носитель полей включая торсионные то есть информационные поля наша мысль наша мысль это тоже информационное поле эти поля торсионы порождаются кручением пространства в этом случае меняется плотность сред то есть простой пример велосипед переверните его вверх колесами и переднее колесо раскрутите с большим моментом вращения но рукой вряд ли получится какой-то моторчик надо приспособить и раскрутить колесо и по и проверьте как у нас вращалась когда руль когда как вращается на стоячем колесе и когда руль вращается когда колесо раскручено повторяю колесо не касается проезжей части она висит и раскручено его увидите почувствуете что руль то тяжело вращать когда колесо то вращается а почему пуше плотность образуется среды вокруг этого колеса торсионные поля начинают работать вращение предмет вращения вы создали и эту плотность прокрутить рулем уже туговато вот в чем смысл то а нам объясняет кита гравитации притяжение да ничего этого нет есть не притяжение к центру масс а приталкивание предметов центру масс за счет плотной среды эфира вот это основная формулировка в понятии вещей и гравитации эфир приталкивает нас любой предмет зависимо это его плотности от его веса центру массы земли вот в чем дело ну плотного человека этого много вес весит который больше приталкивает эфир а например кусочек бумаги не приталкивает газ какой-то вообще он летает шарик шарик летает вот в чем дело только плотность средств влияет на все это и при том приталкивание эфира люди вот я это познал и для себя сделал вывод и я вас не заставляю мне верить примите просто эту информацию хотите проверьте вот и весь газ но это очень основные понятия вот в этом случае меняется плотность средств велосипед повторите этот опыт посмотрите вот что еще скажу торсионный генератор вот он перед вами вот это моя модель которая использую своем обращении к высшим силам когда я обращаюсь ну грубо говоря в кавычке взять молитва молитва но я молюсь своими словами и я знаю кому надо обращаться и бог для меня это дух света дух в котором нет тьмы говорил об этом иисус христос и я к этим силам обращаюсь не только к духу света но и к его посланникам может через иконы обращаться иконы своего рода телефонная будка если вы активизировали икону своими мыслеформами то за иконы вы можете подключиться к определенным сущен сущность сущностям тонкого мира с ними поговорить и их попросить что-то как мой говорил дедушка митрофорный проторей александр веденский посмотрите пожалуйста под пунктом 8 информацию о нем о его книга талантливый был человек умнейший 50 книг я каких-то нашел у него даже есть такая книга передача мысленно расстояние так он говорил что не икона творит чудеса а чудеса творят флюиды которые идут от людей то есть намоленность иконы вот этими эманациями людей благотворных любви помощи сострадание творят чудеса и люди исцеляются от этой энергии уберите людей из храма иконы не будут работать только люди могут своими мыслеформами создавать вот это пространство в которых и целяются коллеги больные и иконы приносят благодать не доска на которой написана икона а те флюиды людей которые впитываются в эту доску а доска открывает уже путь ну грубо говоря доска как телефонная будка с высшими мирами вот как устроено все в этом мире но это моя информация друзья хотите принимайте хотите нет но я вам байки рассказывать не буду вот и торсионный генератор вот я его включаю загорается матрица светодиодная там 8 светодиодов это китайский фонарик там кристалл талькохлорита тут усиление идет пирамидами как бы золотого сечения идет луч сейчас увидите какой луч идет от этого генератора что я им делал передавал мысли формы это усилитель мысли форм это торсионный генератор а мысль это тоже торсионное излучение я беру рукой и передаю информацию например за 4 за 5 тысяч километров человек к объекту моему знакомому и мой знакомый реагирует и мне отвечает это я уже производил влиял на погоду на погоду где-то через минут 40 уже тучи могут развеяться быть ясное солнце что еще животные птицы здорово реагируют можно фотографию сюда вас молодости примотать на резиночку включить в руку даже не брать он даже не включены работы сейчас пока я вам покажу видео и перейдет информация с вас молодого к вашему пожилому и вы можете омолодиться но я не пробовал поэтому я говорю что можно но я не пробовал извините вот когда я омоложусь тогда я вам скажу что это помогает ну вот видите мои слова подтвердились я задал мысли форму и торсионный генератор слетел с этих книг то есть он не выдержал моих нагрузок что еще хочу сказать торсионные не электромагнитные поля вторичные вторичные они есть первичные как бы электромагнитные и ой первичные электромагнитные и вторичные информационные то есть на уровне мысли они не регистрируются ничем и более точно определяется вот этим прибором иго-1 который сейчас продемонстрирую а может и еще каким-либо прибором ну вот есть вега еще что-то откуда я знаю я говорю про иго-1 проверенный надежный прибор который многофункциональный а функции этого прибора я вам рассказывал предыдущем ролике повторяться не буду но перед демонстрацией этого ролика регистрация не электромагнитные излучения торсионного генератора я хочу коротко рассказать об одном тоже уникальном изделии это bio электромагнитный резинатор пм нг-1 вот смотрите сейчас вам расскажу историю вот обратите внимание буду частями показывать чтоб фокус был ярче вот видите в правом верхнем углу при прицель сезионный низкочастотный генератор пнг-1 вот его описание что он может делать а вот его характеристики вот пожалуйста я думаю всем видно теперь вот его паспорт вот его паспорт вот прибора а вот то его выпускает в интернете зайдите там все есть ну кто не найдет пишите мне я непосредственно с менеджерами разговариваю как приобрести этот прибор предыстория этого прибора друзья время идет но извините но это очень интересно вы поймете почему лет восемь десять назад человек которым я очень верю которого я много лет знаю рассказал одну историю он был водителем на газели и ему один ученые которые когда разогнали их из-под москвы в центре дубна в ядерном вернуться к себе на родину на урал и приобрел вот этот прибор челябинский вот мне жена этого человека который он уже ушел в мир других энергии сменил свою мерность как говорится в челябинск она мне этот паспорт вручила я посмотрел телефоны телефоны сейчас посмотрю где-то телефоны и короче говоря эти телефоны остались то все старые и что вы это и этот человек мне рассказал такую историю что лет вот восемь назад он его возил на своей газели как водитель но они были друзья и в каком-то году ну где-то 2004 может 2005 на урале была огромная засуха все поля выжгла три или дам два месяца стояла огромная жира но не знаю говорят что-то специально было подстроено а этот человек ученый умел через этот прибор вот говорю его размеры кто не видел 195 105 на 58 миллиметров вес 0 0 5 грамм 0 5 килограмма извините пол килограмма он умел вызывать дочь на узком участке фронта где он сам находился на узком участке площади через предприятие одно он сумел организовать ближайших директоров колхозов и совхозов и они собрались на поле засохшем в городе богдановичи недалеко от города екатеринбурга где я проживал надеюсь и буду проживать это 100 километров где-то они собрались человек 20 вот эти вот уважаемые люди председатели в белых рубашках кто-то в галстуке изнывали все от жиры этот человек ученый установил на треногу этот прибор подключил его к автомобильному аккумулятору и включил настроил его на определенную чистоту и мой знакомый рассказывает что получилось а получилось через некоторое время я не знаю через какое забыл на горизонте появилась какая-то темная дымка эта дымка стала темнеть перерастать в облака и облака превратились в тучи черные над нами и где мы стояли стеной прошел ливень ливень был недолгий и ливень был ну на определенной площади но я не знаю какой может гектар может два может три ну не буду врать и все промокли все были поражены но началась как говорится перестройка всем стало не до этого все начали зарабатывать деньги сельское хозяйство развалилась там где я раньше собирал от предприятия картошку убирал капусту сейчас там уже выросли березы рядом с городом представляете что получилось а мы эту дрянь закупаем сейчас на западе все поля пустые там растут березы лес уже пошел что дальше этот прибором этот ученый делал он сушил древесину в раз десять быстрее если надо высушить для каких-то целей он направлял этот луч древесина сушилась затем у него были птицефабрика и он на птицефабрике этот мужик заключил с птицефабрикой договор и от отходов птицефабрики он создавал удобрения и эти удобрения пользовались большой калорийностью их покупал даже приезжал на эту птицефабрику наш бывший губернатор который до ельцина был губернатором свердловской области эдуард эргардович россель отличный хозяйственник и он покупал эти удобрения для своего хозяйства личного туда ездил к нему это мне жена рассказала этого ученого то есть многофункциональный прибор и что еще могу сказать вот у эдуарда эргардовича оказалась дочь то одна из богатейших леди германии он сам немец и а почему то потому что вагоны с алюминием с урала туда шли не бы больших количествах вот об сейчас все ельцин и вы сами знаете что дальше получилось россель кстати хотел создать народную республику уральскую и со своей валюты но ему щелкнули по носу сразу с федерального центра но сейчас есть есть он устроить центр ельцин центр у нас огромный в екатеринбурге где оболванивают наших учеников искажениями истории а директор этого центра женщина которая много лет работала в америке вот вам коротко и вы знаете кто открывал этот центр кто приезжал на открытие этого центра к нам в екатеринбурге а сейчас в москве строит но это это буквально пару слов в политику углубляться не буду у нас техника и наука вот что я хотел сказать я позвонил этим менеджером в челябинск они мне сказали назвали цену ну лет пять назад цена этого прибора была 50 тысяч рублей а когда я первый раз звонил она была 20 они даже мы не знаем для чего его люди используют какие-то странные личности приходят и покупают этот прибор странные но не от мира сего вот чем они по но что я хочу вас предупредить друзья мои этот прибор опасен если вы неправильно будете им пользоваться почему а потому что он имеет чистоту от 0 до 30 герц а чистота около семи восьми герц опасно для клеток головного мозга вы можете себе повредить голову дочь то вызовите а станете больным подумайте надо ли вам это то есть надо умело пользоваться но чистота клеток головного мозга видимо сейчас уже другая она подстраивается по чистоту шумана а чистота шумана сейчас возрастает поэтому но мир меняется мир преобразуется и поэтому неизвестно на каких частотах сейчас работают клетки головного мозга может это не так страшно этот прибор вот такая история еще хочу пояснить что рядом во время вызывания дождя в эту засушливую погоду с этим ученым стояла одна женщина якобы она была шаманка но ясновидящая и она этому человеку это мой товарищ рассказывал кто видел говорила больше или меньше ручку регулировать чистоты кстати там электроники много программ там очень умный прибор и она говорила делай больше делай меньше остановись и я думаю что она помогала ему настраивать новую чистоту нужную чистоту и своими мысля формами как я вот этим вот генератором торсионным воздействовал на это на луч вот того прибора png1 вот такая история была но прибор вы купите где вы женщину найдете хотя можете угадать и быть женщины женщины эти не покупаются не продаются вы сами знаете какие женщины покупаются сейчас а эти ясновидящие таких-то найти очень сложно но она видимо ускоряла этот процесс и без женщины можно достигнуть дождя но женщины лучше я имею ввиду женщины нужной женщины а то возьмете не ту женщину она вас заведет в тупик вот вкратце что я хотел сказать об этом уникальном приборе png1 это к слову просто отдельно зачем я буду ролик поэтому png1 делать но а поскольку мы ролик об этом уникальном приборе и г-1 ну я решил вставить сюда png1 может кому-то будет интересно и так вот еще хочу сказать вот эфир книги я мечтаю и отсканировать и вам тоже ее пересылать это познание вот этого эфира вот хорошая книга моего знакомого волосатого валерия ивановича они похожи в интернете есть вот и сейчас друзья мои я вам покажу вот этот ролик моего товарища который сейчас естественно все теплеп о сейчас я включу колоночку чтоб звук хороший был я приобрел колоночку минуточку друзья начинаем работает вот у него вот такого торсионного генератора который представляет собой светодиодную матрицу она расположена в это в этой части состоит из восьми светодиодов белого света поставлен на сверху кристалл который разворачивает плоскость поляризации то есть если светодиоды имеет левую закрутку то кристалл разворачивает плоскость поляризации вот и делает из левой закрутки правую также сверху расположен структурный усилитель эта известная конструкция состоит из четырех конусов которые сделаны пропорциям золотого сечения и они служат для того чтобы усилить излучение кручение то есть электромагнитную компоненту который излучает светодиоды усилить и сформировать некий луч торсионный генератор имеет широкий спектр использования есть инструкции на него пользоваться и можно в общем то скажем и делать информационные лекарства какие-то и загружать в информационное пространство какую-то свою информацию по определенным целям и так далее и тому подобное то есть прибор как и все приборы такого плана он универсальный сейчас мы будем его тестировать обнаруживать его излучение вот которое в принципе нам ни о чем не скажет но даст возможность скажем так увидеть это излучение и понять что прибор работает что его можно использовать в каких-то определенных целях для тестирования взят прибор ИГ-1М к сожалению умерший умершего автора то есть конструктор этого прибора непокойный но несмотря на это приборы выпускаются позволяет позволяет фиксировать неэлектромагнитную компонент физический смысл того что мы скажем так можем зафиксировать состоит в фазовом сдвиге называемый фазовый сдвиг между частот Шумана по прибору по прибору почитать есть большая статья в интернете где рассказано как принцип его работы я уже освещал этот принцип можете посмотреть в роликах на моем канале но сегодня у нас узкая задача именно протестировать такой генератор потому что у меня все спрашивают докажи что он работает вот я сегодня попытаюсь доказать что генератор работает вначале мы его протестируем без включения то есть мы попробуем ощутить усилительную функцию вот этих вот конусов четырех конусов построенных по золотому сечению в определенных пропорциях сейчас я буду включать прибор работает он достаточно оригинально то есть прибор показывает заряд некой емкости вот емкость заряд приходит с определенного устройства блока который выдает напряжение в зависимости от того насколько наблюдается рассогласование фаз то есть здесь стоит определенный частотный генератор настроенный на жестко настроенный на частоту вот и он этот генератор служит для того чтобы из шивовых шивового спектра который регистрирует антенна выделить определенную частоту соответствующей частоте колебаний магнитного магнитного поля земли и на основании этих скажем так данных усиливает эту частоту и в то же время пропускает его через несколько каскадов и возвращает обратно на вход то есть у нас получается такая обратная связь она положительная и если она изменяется то есть если идет скажем так изменение вот этой базовой частоты которую мы зафиксировали изначально определенные точки и начинаем двигать прибор дальше если она отличается то есть прибор фиксирует ранее скажем так ранее измеренную частоту и в другом месте если она изменяется на определенные то есть идет сдвиг фаз то прибор начинает вот этот вот блок который в приборе служит для того чтобы скажем так анализировать две частоты он начинает выдавать напряжение которое заряжает емкость и вот этот вот заряд емкости мы видим на скале вот эту емкость нужно периодически сбрасывать я сейчас сбрасываю идет дрейф то есть что-то какой-то небольшой фазовый сдвиг наблюдается именно временной то есть со временем сейчас мы будем смотреть этот сдвиг скажем так в определенном пространстве то есть будем двигать прибор и смотреть сдвиг в точки а и в точки б сейчас я пройду по пустому месту и мы посмотрим то есть двиг практически нет уже ближе к прибору начинается сдвиг то есть это говорит о том что прибор даже без включения он работает то есть вот это вот елочка из конусов она усиливает частоту вот я двигаю резкий резкий бросок стрелки значит здесь у нас ничего нет вот видно что стрелка практически не двигается небольшой древ существует но он незначительный сейчас мы на это место которым я сейчас только что тестировал поставим не включенный торсионный генератор вот и попытаемся зафиксировать сдвиг я буду снимать показатель и попытаюсь четко нацелить вот эту антенну которая является широкополосной то есть принимает весь скажем так частотный шум вот дальше определенные каскады усиления и резонансные контуры они настраивают на определенную частоту вырезает из этого спектра определенную частоту вот сейчас мы начинаем двигаться и получаем некий всплеск вот возвращаем вот то есть мы видим изменение поля электромагнитного поля в зоне торсионного генератора вот я немножко сниму как я двигаю вот вот и движение стрелки четко фиксируется проски стрелки то что этот предмет вносит искажения так теперь я включу прибор имеется ввиду торсионный генератор здесь есть небольшое окошко которое позволяет увидеть что светодиоды загорелись вот видно что светодиоды загорелись я ставлю и мы сейчас попытаемся уже с включенным генератором поймать излучение так как на торце светодиодная матрица то есть корпус не стоит я использую специальную прищепку так смотрим на прибор пытаемся убрать флуктуации поля чтобы стрелка стояла на нуле то есть разрядить конденсатор вот начинаем движение и получаем резкий скачок поля вот приближаем резкий скачок поля то есть генератор в данном случае включенный видно что энергетика его значительно повысилась то есть он излучает торсионное поле поле кручения вот я еще скажу что значит вот этот прибор ИГ-1 он отсеивает все шумы электромагнитные если они не изменяются то есть в данном случае он отсеивает спектр который электромагнитный спектр который излучает данный прибор то есть можно говорить о том что именно мы фиксируем не электромагнитную компоненту которая влияет на частоту излучения Земли то есть частоту шума только все остальное в данном случае отсекается то есть мы не можем говорить что электромагнитное поле влияет на антенну изменяет показания приборов то есть здесь изменяется именно частота шума вот я провожу четко можно проследить даже посмотреть насколько вот уже поле немножко ослабевает в зависимости от расстояния по движению стрелки по скорости скажем так падение стрелки в ту или иную область прибора можно определить силу торсионного излучения то есть вот этого сдвига фаз который возникает в результате торсионного потока вот если мы приблизим достаточно близко к прибору к торсионному генератору у нас стрелка будет заваливаться с очень большой скоростью это можно наблюдать стрелка заваливается с очень большой скоростью если мы чуть-чуть поднимем прибор то соответственно стрелка более медленно то есть можно заметить разность скоростей то есть мы можем определить расстояние на которое в общем-то действуют именно вторичные торсионные поля но ИГ-1 еще дополнительно фиксирует и информационную компоненту то есть первичные торсионные поля то есть они тоже воздействуют на окружающее пространство но в меньшей степени к сожалению мы их не можем разделить в данный момент то есть они скажем так работают вместе эти поля но при определенном конструктиве экранов в которые можно скажем так бокс экраны в которые можно поместить торсионный генератор мы можем поймать и первичные торсионные поля то есть должна быть очень хорошая экранировка именно с точки зрения влияния на скажем так на электромагнитный спектр который излучает земля если мы этот торсионный генератор заключим несколько оболочек причем между оболочек будет скажем расположен какой-то изолятор пористый в общем то мы отсечем полностью поглотим полностью вторичку вторичные торсионные поля у нас останется только первичные торсионные поля для которых не существует преград то есть мы поймаем очень слабенький сигнал мы его поймаем и такие видео есть в интернете где демонстрируется работа торсионного генератора именно экранированного достаточно серьезно различными преградами и которые в общем то позволяет отсечь вторичный торсионный компонент но несмотря на это данный опыт который мы сегодня продемонстрировали он дает возможность увидеть воочию в общем то что торсионный генератор работает что он функционирует что идет усиление то есть мы попробовали измерить торсионное поле без включения генератора с включением генератора то есть идет отклонение то есть и все элементы данного прибора работают на этом позвольте мне закончить ролик всего доброго всех благ смотрите мои ролики подписывайтесь на мой канал дальше будет еще интереснее вот друзья мои вкратце вы посмотрели что я хотел сказать вам кому это интересно и кто хочет приобрести этот торсионный генератор вот я хочу чтобы не получается надпись вверху чтобы вы что хотели приобрести торсионный генератор обращайтесь ко мне я скажу цену на почту дам координаты вот этого автора который вел сейчас вот этот ролик Алексей Витальевич Митин и пожалуйста он вам вышлет на домашний адрес этот генератор кто хочет приобрести прибор рига тоже пишите мне дам телефон дилера в Москве это не вопрос то есть это очень интересные вещи но эти вещи нужны не для повседневной жизни а тем людям которые занимаются этим направлением которые делают какие-то изделия приборы у которых надо проверить вот эту составляющую не электромагнитную но и чтобы исключить влияние опасных полей на здоровье человека хочу еще напомнить вот этот прибор ПНГ-1 который я вам показывал ну о котором рассказывал к нему нужна специальная антенна жена вот этого изобретателя она сказала что Михаил есть антенна у него была у моего мужа не могу найти ремонт дело в квартире куда-то за дело но суть какая она спиральная коническая и выполнена из меди то есть к этому прибору который я вам показывал ПНГ-1 нужно прикрепить вот эту антенну там выход для антенны есть но это пояснение если кто захочет что-то проэкспериментировать ну вот вкратце в следующий ролик будет у меня летающая платформа одних авторов и